всем привет привет друзья сегодня с вами я ольга абрамова очень соскучилась по прямым эфиром и сегодня у нас есть великолепный повод чтобы пообщаться великолепный повод чтобы встретиться и послушать про истории нашего союза и наших друзей и как вы знаете у нас готовится ряд проектов и наш национальный союз постелистов помимо обычных проектов которые мы делаем сами еще проводят часто совместные проекты например в прошлом году у нас был проект посвященный на мозаике и постели связи этих материалов и мы делали такой проект совместно с московским союзом художников старосадском переулке все вы его прекрасно помните идейным вдохновителем всего этого проекта являлась анна калугина и в этом году у нас еще более интересный проект другой да даже не то что более интересный он другой так сейчас я приглашаю нашего гостя проект совместный проект интересный и необычный тем что этот проект у нас выходит за пределы города москвы привет даша привет аль привет привет как у вас там со временем я так знаю что у вас сейчас ранее утро но для меня ранее 10 утра ранее утро художника и за окном туман из-за пожаров и тридцать четыре градуса жары сама сойти как москва очень жарко москва чуть полегче чуть полегче у нас уже вечер сумерки и дышать немножко можно да я уже немножко начала рассказывать про совместный проект но еще ничего не открыла даже не сказала какой он и что в нем есть пока интрига сохраняется и совместный проект у нас red rock pastel society и гость сегодняшней программы у нас даша джемисон который является президентом президентом сообщества пастельного red rock pastel society невада и сейчас она как раз находится в неваде в лас-вегасе и будет рассказывать из такой далекой точки про проект который будет проходить в городе пенза да очень интересное сочетание пенза невада но мне кажется именно в последний год в двадцатый год мы поняли насколько мир становится близким если этого захотеть даже несмотря на все границы и тяга именно к живым проектам обострилась в двадцатом году хотя согласно полностью прям не хватает очень живых выставок хотя москва была такая более в этом отношении лояльная и у нас были открыты некоторые проекты время от времени закрывались но все-таки все-таки можно было что-то сделать и посетить выставку но вот например выставка пересечения который проходил в декабре нашего союза попал тоже под ограничение и мы к сожалению не могли принять людей в декабре на нее но выставка висела еще более обидная ситуация да 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 и учитывая все риски проведения живых проектов и особенно международных проектов звучит как такое безумие но безумию храбрых поем мы песню точно точно но все равно очень хочется пошевелить пастельный мир и увидеть живые работы в разных местах не только в столицах не только в каких-то определенных точках а также хочется увидеть их и в регионах в городах которые не менее интересны которые имеют свою историю которые имеют возможность показывать на своих площадках пастель да и вот я немножко рассказала что пенза и невада да и пересечения дашь расскажи немножко почему этот проект у нас переезжает в город пенза и как возникла эта идея я вот как раз еще не успела сказать что даша она является идейным вдохновителем этого проекта и ее предложения и ее переговоры с пензой они очень помогают в этом проекте и это очень серьезная работа поэтому дальше скажи про пензу пожалуйста хорошо возможно это не секрет но я родом из города пенза 12 лет я уже живу в сша но связь с родным городом и с корнями сохраняется и пару лет назад произошло чудесное знакомство я познакомилась с художником пастелистом анатолий петровичем афанасьевым молодой художник 92 года активно работает и работает в технике пастель его работы в основном портреты выполнены в классической технике и в чем удивительная связь то что его уже коллекционирует при жизни пензенская картинная галерея в ее собрании находится более двухсот работ этого потрясающего художника мне посчастливилось посетить его студию познакомиться мы потрясающие друзья сейчас общаемся и у него в этом году выходит книга альбом он участвует в современных проектах в редрок выставки участвовал в других онлайн мероприятиях сейчас его работы висят опять в картинной галерее в акварельной выставке мир акварели и слово за слово и появилось такое желание а что если началось все разговора а что если а что если существует такой потрясающий пастельный союз пастелистов в россии а что если существует тредрок который может привлечь художников как он и делает привлекает художников со всего мира для участия в онлайн проектах что если мы соединимся и сделаем проект в живую пензенской картинной галереи а почему такая площадка пензенская картинная галерея это один из старейших музеев в стране и собрания потрясающие просто начиная с западноевропейских работ второй половины 17 века заканчивая современниками и одна из самых больших коллекций шишкина фалька фальк который был в трензиковке часть работ приезжала из пензы как раз лентулов мы застали да фалька здесь москва да 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 лентулов маковский вахромеев горшкин сорокопудов ученик репина и еще одна изюминка то что в постоянной экспозиции пензенской картины галереи находится единовременно порядка шести пастелей и это на самом деле редкость не прячут куда-нибудь в подсобке чтобы они сохраняли свой цвет нет их не прячут а это часть основной экспозиции как раз работы горюшкина саркопудова потрясающие портреты которые можно посмотреть без специальной выставки именно в основной экспозиции но у нас будет больше у нас будет интереснее да да мы с дашей уже знаем какая будет коллекция и музейная и наша потихонечку сейчас будем рассказывать подробности по выставке расскажи пожалуйста вот про афанасьева еще подробнее вот у вас случилась встреча и я знаю что нарисовал твой портрет да он рисовал мой портрет к сожалению он войдет в экспозицию но если я убегу да 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 он в америке он оформлен а не присоединилась а не привет если у анатолия петровича очень много потрясающих других работ кроме моего портрета но да он работает снатолий работает а сеансами мне посчастливилось позировать ему на протяжении трех недель по несколько сеансов да мы слушали классическую музыку сложно сидеть столько все зависит от позы если собираетесь позировать для кого-то нужно выбрать позу в которой вы сможете просидеть они просто красиво вот поэтому я чувствую плечи руки и не зря в художественных школах училищах института заставляют студентов друг другу позировать понимаешь насколько это сложно и начинаешь уважать труд модели натурщика точно точно да то есть это это надо пройти поэтому ценность портрета написанного в живую она увеличивается другая но зато у тебя было время посидеть с мастером и поговорить с ним и послушать истории потому что он же удивительный рассказчик насколько я знаю у него есть книжки с описанием его жизни и он много с кем пересекался в пенде и достаточно интересно послушать истории да это бесценный опыт опять же мы художники много время проводим наедине с собой и как раз попасть в такую художественную среду посетить мастерскую чью-то это всегда сокровище и конечно анатолий петрович это просто целый век знаний мудрости интересных историй и позитива и открытости ты не сказала сколько ему лет 92 года анатолий петрович 22 июня исполнилось 92 и он работает активно здорово я знаю что еще у него книга да будет выходить расскажи тоже про это да анатолий петрович занялся литературной деятельностью не так давно и в 2000 я год сейчас не скажу но несколько лет назад вышла его первая автобиографическая книга и получила позитивный отзыв и он решил написать продолжение потому что прошло время события происходят творческая жизнь насыщенная и он написал продолжение книга вышла вот уже в январе и еще у него выходит альбом его работ который включает и акварель и пастель а расскажи про его связь с картинной галереей это очень интересно и захватывающе анатолий петрович работает в технике акварель пастель и в юности создавал афорты также он преподавал в пензенском художественном училище и пенская художественные училища пензской картинной галерея оба эти института а учреждения собирают свои коллекции вот в пензенском училище надо тоже посмотреть какая коллекция у него наверняка большой коллекции пензенской картинной галерея регулярно организует выставки художников и у анатолий петрович и сложилась такая классная традиция что он к своему дню рождения, старается провести персональную выставку. И локации меняются, то это училище, то это картинная галерея. В картинной галереи также проходят выставки Союза художников России, пенецкого филиала, и персональные выставки художников, тематические, опять же. Вот Анатолий Петрович активно участвовал в этом, и также он написал портреты многих знаменитых людей города Пензы. Картинная галерея после выставок и просто из студии начали коллекционировать его работы еще, наверное, до рождения многих из нашей аудитории. И таким образом, к настоящему моменту, в коллекции Пензенской картинной галереи порядка 200 работ в разных техниках от Анатолия Петровича. А среди них большое количество пастелей? Пастелей порядка, я думаю, 30-40%. А вот из всей коллекции музея ты говорил какой-то процент? Вообще не только Афанасьева, а еще многих других. Да, мы, естественно, сотрудничаем с музеем. Карина, если ты будешь смотреть, огромное тебе спасибо. Дмитрий, естественно, Кирилл Владимирович. Спасибо вам за вашу помощь и содействие в нашем проекте. Да, все-таки музей относит пастель больше к графике. У нас немного другое мнение, но графических работ в Пензенской картинной галерее, по моим данным, порядка 6 тысяч, 6 тысяч графических работ. И пастелей порядка 150. На постоянной экспозиции от 6 до 10 можно увидеть в один момент. Они переставляют портреты Горушкина. Большой багаж. Да, они переставляют портреты Горушкина периодически. И мы попросили показать еще их жемчужины. Да, давай расскажем про связь вот эту. Мы рассказываем пока такими кусочками, заходим. Как будет у нас выглядеть вся выставка, весь этот проект, вся экспозиция? И что в ней особенного? Да, как родилась идея? Что если показать на одной площадке, площадка музей, музейная? Показать историческую коллекцию, которую редко можно увидеть всю одновременно. Да и нигде такого не увидишь. Если показать современных русских художников, которые работают в технике пастель, и привлечь художников со всего мира, которых мы знаем благодаря нашей работе с АЭПС, благодаря нашим сообществам, что если сделать вот так? И показать самого Анатолия Петровича, который является таким мостом между эпохами и участвует везде, несмотря на свой юный возраст. Да. Ну давай тогда уже озвучим, как назвали проект. И проект называется «Искусство пастели». Да. И давай расскажем, кто поддерживает этот проект, и что он сейчас уже для нас значит. То есть это уже такой, он расширялся от просто идеи до того, во что он сейчас выливается. Ты расскажешь. Давай, давай рассказывай. Давай расскажу я. Проект родился от идеи в студии Анатолия Петровича «А что если?» Он сказал «Здорово, только я не хочу этим сейчас заниматься, но если вы организуете, я поддержу». Я такая «Ну если вы поддержите, то я-то организую». Главное, чтобы кто-то сказал «Да». И затем был разговор, вот как раз вчера вспоминали, был разговор с прекрасной Анной Калугиной, у которой уже есть опыт, и тоже были идеи по организации последующих проектов, потому что нужен опыт предыдущего успеха. И да, такое возможно. И затем идея перешла к пастельному сообществу «Редрок» и пастельному сообществу «России». И Кольге как куратору мы решили, что да, идеи жизнеспособны, но потребуется много работы. Поэтому обе команды и «Редрок» и «PastelSociety.ru» Я буду читать хэштег, поэтому я сейчас буду безбожно. Безбожно. Да, да, я буду. Наш национальный союз по стилистам, да, он тоже присоединился. И мы решили, что тянуть это нужно обязательно в команде, да. Да, что тянуть это нужно обязательно в команде. И начали работать над проектом активно уже с февраля. Начали приглашать художников. Проект кураторский в стенах музея нам картинная галерея дает первый этаж. Зал на первом этаже, где, например, проходила выставка литографии «Дали» вот этим летом. То есть сейчас зал наш. И мы начали приглашать художников думать о коллекции. И о коллекции в каком ключе? Что будет представлять «Пастель»? Какие работы будут показывать наибольшее количество различных направлений, веяний, течений? Вот про эту часть я думаю, что лучше ты расскажешь. Что это больше показать разносторонненность техники, какая она может быть. То есть мы знаем, в какой технике работает Афанасьев. Мы знаем, в какой технике работает Горюшкин-Саркоподов. И я пока сохраню интригу о том, что еще... Не называй всех. Да, не буду называть все имена, которые находятся в коллекции пенсии картинной галереи. И мы думали, что как же более полно показать эту технику, имея такие неполные ресурсы со всеми ограничениями, которые в последний год на нас свалились. Да. Ну, пастель... Вы же все знаете, что пастель очень разнообразный материал. И он может быть очень разным. И все вы работаете в своем ключе. Кто-то живописно, кто-то графично, кто-то линией одной, кто-то пятном, кто-то на маленьком формате, кто-то на гигантском. И, в принципе, вообще художник, он не в материале. Но, однако, так как мы национальный соцпостелистов и Red Rock Pastel Society занимаются непосредственно этим медиумом, одна из наших... Этим материалом, да, по-русски, вот, то одна из наших задач и всех сообществ, это развитие популяризации и помощь к тому, чтобы донести до зрителя больше информации про этот материал. Как он работает, что в нем можно делать, как он выглядит. Потому что очень часто... Ну, я очень давно работаю с этим материалом, и очень часто просто мне говорят, Оля, он осыпется, наверное, там, завтра. То есть что-то случится с картиной, и там, завтра ее не станет. Конечно, нет. То есть все, что сыпется, сыпется во время работы. И если художник использует хорошие бумаги, правильные материалы, Pastel очень долговечна. И у нее чистый пигмент, тоже вы это все знаете, который практически не требует связующего, очень хорошо переносит время. В музеях Pastel, почему у нас разговор сегодня начался с того, что ее прячут, прячут от света. Ну, собственно, и акварель тоже прячут от света. И масло тоже подвержено изменениям от большого количества ультрафиолета. Сейчас есть возможности. Есть определенные стекла, да, есть определенная система хранения. Как ухаживать за таким материалом? Если Pastel в стекле, то хранится, висит она долго, все мы это знаем. Вот. А по поводу того, насколько она может быть разнообразной, каждый художник своим характером, своим настроением, да, выражает себя и показывает вот эту разность. И, конечно, на этой площадке хотелось собрать как раз вот ее изюминку, да, вот от каждого. И соединить это со старой музейной коллекцией, которая уже есть. И там тоже Pastel разная. И, например, невозможно сравнить Маковского и Фалька. И их можно будет увидеть как раз на этой выставке, за что огромное спасибо картинной галереи Савицкого за предоставление работ к этому проекту. Получается ретроспектива. И даже в старых мастерах мы видим и графику, и живопись. Мы видим бумаги, возможности, как люди работали, как она сохранилась. Потом идем через Афанасьева, через мостик, который тоже работал на протяжении очень большого количества времени по-разному. Чуть-чуть меняясь, так как-то чуть-чуть адаптируя свои работы. И потом уже переходим к коллекции современной. Мы встречаем здесь и бывалых очень художников, у которых уже опыт за плечами большой, которые тоже и менялись, и выросли с этим материалом, сроднились с ним и работают в нем великолепно. Очень по-разному, опять же-таки. И мы говорим не только о русских художниках, а то, что Даша сказала, хотелось собрать разное. И у нас в коллекции также есть иностранные художники, и немало. Мы сейчас как раз занимаемся оформлением этой выставки и ее транспортировкой до картинной галереи в Пензе. Очень интересно разглядывать работы во время оформления. Ты достаешь, распаковываешь, и каждый художник это делает по-разному. Один упаковал так, другой как-то по-другому. У одного она маленькая, и ты при этом на экране своего компьютера видишь работу, которая, кажется, заполнит собой полтора-два метра. А когда ты открываешь работу, ты видишь совершенно небольшой объем, который наполняет, имеет в себе все, то есть не требует, в общем-то, этого размера. И это очень любопытно смотреть вживую. Коллекция интересная. Поэтому мы надеемся, что она понравится, даст пищу к размышлению, заставит как-то задуматься или, может быть, еще покопаться в том, что связано с этим материалом, с этой техникой, с возможностями ее. Оля, а думаешь, вот мы немного показывали часть процесса оформления работ иностранных и современных художников, думаешь, мы можем сказать, кого можно будет увидеть в Пензе вживую впервые в России? Впервые в России? Из иностранцев ты имеешь в виду? Да, да. Будем раскрывать интригу? Или мы подождем. Мы можем назвать пару имен, хочешь? На твое усмотрение, потому что ты их видела уже. Для меня это тоже будет впервые. Я их видела очень хорошо упакованными. Да. Распаковка произведений искусства – это такая интересная тоже задача пастельных. Ну, например... Ну, у нас это документировано, потому что это ответственное момент. Да, ну, про кого ты хочешь рассказать? Скажи, какой визит. Ну, у нас есть кто не впервые в России. Это Брайан Бейли, например. Да. Брайан Бейли, да. Есть его, да, две работы. Ну, я думаю, что Ларри Энн, Кори, Тони. Расскажи про кого-нибудь из них. Ну, например, на работы Кори Питкина очень интересно смотреть. И у меня было приятное такое эмоциональное как бы узнавание, да, работ Кори Питкина. Я уже с ним встречалась раньше в Альбукерке. Первый раз познакомилась как раз с Корей лично в Альбукерке. Это здорово. И влюбилась в его работу тогда. И все думала, почему же мы не дали первый приз. Ну, совершенно точно первый приз. По-моему, эта работа у Кори потом заняла какое-то место в другом шоу. Но вот тогда я просто поняла, что мне интересно, как он работает с тонами. И как он работает с фигурой, со светом. И, конечно, было интересно что-то новое сюда привезти, показать. И у нас три работы Кори Питкина, когда их разворачивала, они выглядели как солнечные лучи. При всем том, что тональность у работ разная. От светлого до темного. Но у него такой интересный эффект, светящийся под картин. С таким желтым цветом, проходящим от совсем яркого до легкого. А потом вообще в коричневый. Вот этот желто-оранжевый, он проходит через работу. Очень любопытно на них смотреть. Такое удовольствие где-то внутри тела такое. Мягкое какое-то возникает. И, соответственно, вот этот эффект в студии, когда распаковывала работу Кори Питкина, и также, когда мы их везли на оформление, там разворачивали, он не проходит. Иногда вот смотришь на работу в одних условиях, и она меняется в других. А вот здесь было такое же ощущение и там, и там. И у нас будет две работы. Например, Дон Эмерсон. Про что бы мне хотелось сказать. Потому что Дон Эмерсон известна уже у нас в России по книге, которая вышла экспериментальная пастель здесь. И многие ее прочитали, многие смотрели. И можно будет живьем увидеть вот эти работы, как автор с ними управляется. Это сочетание как раз афортов, смешанных техник и пастели вместе. И да, у нас, конечно, в этой коллекции получаются не только чисто пастельные картины. Они очень часто с чем-то замиксованы. Многие авторы используют микс-медиа или грунты. И мы смотрели, чтобы была и просто чистая пастель, и вот такая смешанная. Когда ее слой верхний достаточно большой, то есть он перекрывает все. Он является доминантой. Но есть внутри слои, есть внутри что-то такое интересное. И, конечно, наши мастера очень-очень интересные поедут на эту выставку. Например, можно будет увидеть работы Сергея Усика. Можно будет увидеть работы Кати Пасексельской, Оли Кошелевой. Всех перечислять не будем. Остановись на Оле Кошелевой. По-моему, в Москве ее не было еще на выставках, на ваших, на последних. На наших еще не было. Но мне очень давно хотелось работу Оли Кошелевой в какую-нибудь коллекцию повесить и увидеть здесь, в Москве. Работа самобытная, интересная. Это художник из Омска. Так что у нас есть возможность увидеть ее работы в Пензенской картинной галерее Савицкого. Посмотреть их в этой экспозиции. Да, это одна из находок и просто ожидание чуда такого, познакомиться со многими работами вживую. Так что коллекция интересная. Я надеюсь, что всем она будет любопытна. И всем пастелистам, конечно, советую смотреть ее. В Пензу приехать и живьем не полениться. Держим кулаки за то, чтобы у нас не было никаких ограничений в октябре месяце. Да, пока каждый день проверяем. Каждый день проверяем, да. Давай скажем еще очень важную вещь, которую мы не сказали с тобой, про поддержку этого проекта. Да, про поддержку этого проекта. То есть одна из поддержек, это, собственно, картинная галерея имени Савицкого, которая предоставила помещение, пространство и часть коллекции. За это огромное спасибо. Без нее это было бы осуществить сложно. И вторая интрига. Даша, расскажи про второй текст. Это АЭПС, International Association of Pastel Society. Когда говоришь АЭПС, это аббревиатура. На самом деле в Штатах очень любят аббревиатуры. Не всегда знаешь, что значит PSA, MPS и так далее. Но АЭПС это ООН, как организация объединенных наций для всех пастельных сообществ. Национальный союз пастелистов, часть АЭПС, Red Rock, часть АЭПС, пастельные сообщества Америки, часть АЭПС. И все пастельные сообщества, практически которые существуют, они все под эгидой, под руководством АЭПС. И в этом году был объявлен... Скажи по-русски, Международная ассоциация пастельных сообществ. Я тебя скорректировала, с аббревиатуры сбила. Международная ассоциация пастельных сообществ. Мне нужно репетировать. Международная ассоциация пастельных сообществ с прекрасным президентом Риншардом Макинли, с прекрасными комитетами и волонтерами, которые работают над различными программами. И одна из их программ — это поддержка начинаний сообщества в образовательных и просветительских целях. Как Ольга озвучила в начале эфира, целью создания пастельных сообществ — это донести до более широкой публики о том, что такое пастель, какая она может быть, и развеять стереотипы и познакомить как можно большее число художников и публики с этим прекрасным материалом. Это сколлиляции с целями Международной ассоциации пастельных сообществ. И в этом году был объявлен конкурс грантов небольшой финансовой поддержки для начинаний. Нужно было предложить программу мероприятия. И обращалось внимание на мероприятия, которые уже находятся в подготовке. И мы как раз находились в середине подготовки проекта и решили рассказать об этом проекте Международной ассоциации пастельных сообществ и посмотреть, ну, может быть... Будет ли интерес. Да, будет ли интерес. И из 90 пастельных сообществ, я, к сожалению, не знаю, сколько сообществ подавалось на эту возможность, но наше начинание совместное вошло в тройку получателей грантов от Международной ассоциации. Проект был признан значимым, оценен. И я не коснулась образовательной части и такой филанстропской части этого проекта, что он еще охватывает, кроме эстетики и истории, про которую мы сказали. Чем уникальны Пенинская картинная галерея и своим расположением? То, что в самой картинной галереи находится школа эстетики для детей возраста от 4 до 12 лет, школа «Судия радость», и дети знакомятся с различными техниками. Часть нашей программы будет знакомство... Я забегаю вперед, но это очень важно сказать. Нет, нет, это прям очень к месту, да, про Эпсы и про программу. Да, часть нашей программы будет образовательная программа для детей, учащихся вот этой школы-студии «Радость», и они смогут познакомиться с техникой пастель, поддержать мелкие в руках. И что самое главное, пастель – это техника, которая немного капризная. Нужно начинать работать с хорошими материалами, и у детей будет возможность это сделать благодаря поддержке наших спонсоров и поддержке АЭПС, и также благодаря прекрасному преподавателю, который согласился это сделать, Анне Лапыгиной. Она проведет потрясающий мастер-класс для детей. Спасибо, спасибо, Аня, да. Да, спасибо, Аня огромное. И Пензенская картинная галерея расположена буквально в 100 метрах от Пензенского художественного училища. Пензенского художественного училища, те, кто заканчивают... Прямая дорога, да? Да, прямая... Сразу оттуда. Да, да, сразу оттуда. И Аня нас смотрит. Аня, привет. Да, прямая дорога. И если вы, вот даже обучаясь в Рентгенской академии, Пензенское художественное училище знает, оно готовит и уже состоявшихся художников, и тех, кто собирается продолжить свой путь обучения в академиях. Считается одним из самых сильных в стране. И часть нашей программы будет ориентирована на студентов, которые смогут посетить выставку безвозмездно, и которые смогут поучаствовать в программе, и тоже познакомиться с техникой по цели, и познакомиться с хорошими материалами, и потрогать, пощупать, и пообщаться с международными художниками. Раз уж ты говоришь про материалы, я тогда пять копеек вставлю про наших основных спонсоров. Наша команда очень активно работала с спонсорами в этот раз, и они нас всегда поддерживают. И благодаря Лене Таткиной и Лере Куликовой эти переговоры в этот раз очень успешны. Спонсоры поддерживают нас материалом. Это, как всегда, MPM, это Сын Илье, и это Гамма, это материалы великолепные, которые приедут на вот это событие. У нас будут тестовые зоны, у нас будут волонтеры, которые стоят с мелками, с бумагами, которые можно потрогать. И также все эти материалы используются в демоклассах и в работе, про которую сейчас рассказывает Даша, со студентами и со школой. Да, и это важная часть программы. Что учащиеся училища и дети из Пениской картины галереи, и просто широкая публика. То есть для не столичного города это очень крутая возможность. Катя как раз из Сензы тоже. Привет, Катя. Привет, старая Катя. Кстати, у нас в этот раз материалы и призы от Сын Илье, это один из таких тоже основных спонсоров этого проекта, они у нас будут не просто на тестовой зоне, а еще в подарках. По моей последней информации, да. Будут еще подарки. Подарки – это здорово. А про программы, давай раз уж мы говорим про программу, может быть, мы расскажем немножко, что там будет. У нас выставка вот эта открывается 1 октября. 1 октября будет проходить официальное открытие. И пока время, мы уточняем, да, у нас еще нет точности. 3 или 5 где-то. Да, да, ориентировочно 3 или 5 вечера. Вот. И перед открытием у нас будет лекция, такая творческая встреча с Виктором Барагинским, Виктором Ильичем Барагинским, пастелистом из Москвы, который расскажет о творческом пути, о пастели. Его можно будет поспрашивать, задать вопросы, какие интересуют кого, потому что это очень опытный художник с невероятным своим послужным списком выставок и работы, связанной с этим материалом. Вот. В этот день вот все, и у нас потом начинается официальное открытие. Мы открываем выставку и знакомимся, и рассказываем про проект на площадке. А вот со 2 октября у нас начинается демо. Даша, добавить что-то хочешь про открытие? Да, я хочу. Давай. Я хочу сказать про уникальность открытия. Мы начали рассказывать про нашу коллекцию, и 2 работы, 2 жемчужины коллекции можно будет увидеть только на открытии. Вот, из собрания. Поэтому, если у вас будет возможность посетить в первый день, вот это очень важно. потому что... Расскажешь, почему? Расскажу, и у меня есть своя версия, но мы потом еще послушаем искусствоведа. Работы, созданные больше ста лет назад, и они в хорошей сохранности, но, как правило, проблема не с пастелью самой, не с материалом, а с бумагами, с поверхностями, с транспортировкой, как это использовалось. И обе работы проходили серию реставраций. Прямо в этот же момент, когда у нас формировалась коллекция. Да, 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 да. И они только были выпущены с реставрацией, и по музейным законам, если работа вернулась с реставрацией, ее отправляют на заслуженный отдых. То есть полежать в темноте, чтобы... Звучит. Да, да, да. Чтобы быть готовой к следующему зрителю. Да, чтобы быть готовой к следующему зрителю. И мы немножко вторгаемся в этот процесс, так как одна из работ является любимой работой директора Ковчанной галереи, другая работа является нашей любимой, и ее вы можете наблюдать на нашей афише, но вживую ее можно будет посмотреть только на открытии, так как процесс реставрации прошел успешно, нам ее покажут, но всего на один день. Ну вот я видела тут вопрос, будет ли трансляция. Мы же обязательно это все заснимем и обязательно покажем в прямом эфире, поэтому не переживайте, вот эти шедевры будут запечатлены на все наши айфоны и камеры, которые мы пригласили на это мероприятие. Да, да, да. Да, но опять же хочу сказать, что если есть возможность увидеть пастель вживую, то это очень нужно. Это бесспорно ждем на открытие всех, оно свободное, открытое, да, у нас открытие. Да, да, открытие свободное, открытое. Будем уточнять по эпидемиологической ситуации, есть ли ограничения по количеству людей, поэтому если вам интересен проект, то будет возможность сказать, да, я хочу в Пензу, по-моему, на вашем сайте. Мы сделаем страничку, да, регистрации, хочу на открытие, чтобы понимать, сколько просто людей готово приехать на National Pastel Society. У тебя будем делать? Наверное, на National Pastel Society для русских публик. Вот, и, собственно, вот с завтрашнего дня уже будет открыта регистрация на остальные события, так как мы там будем первого числа на открытии, второго и третьего на программе. У нас вот эти все три дня возможность пообщаться с организаторами, с Дашей, со мной, познакомиться с командой Национального союза постелистов, кто приедет помогать, будет Лена Таткина, и можно будет пообщаться со всеми. Соответственно, у нас 3 октября будет мастер-класс Ани Лопыгиной с детским мастер-классом, про который Даша рассказывала для детской школы. С двух до четырех у нас будет демокласс Сергея Бакина. Это быстрые зарисовки. Кто был на нашей выставке в декабре помнит, как интересно и харизматично Сергей работает, он нам покажет, всем зрителям покажет вот эту свою технику быструю, свою возможность мыслить быстро от руки вот на этом демо. Дальше у нас идет... У нас суббота пропала. Я смотрю, думаю, странно, было первое, теперь третье, а потом у меня 5 сентября, и думаю, странно, мы еще не уехали. Да, хорошо, извините, пожалуйста, это будет все в последний день. Я тоже люблю... После нас еще на пятницу суббота может потеряться. Это не исключено. Да-да-да. А второго октября у нас пленэр-демо Владислава Татаринова, тема городской пейзаж, и мы все знаем, как здорово Влад ведет такие демо-демонстрации. Мы это все видели на пленэрах, организованной National Festival Society в Абрамцево недавно. Вот будем рисовать пензу и смотреть, как это делает Владислав. Можно присоединиться со своими этюдниками, если желание, но это не МК, как бы не работа с людьми, это демо-пленэр такой для всех. То есть Влад рисует, можно присоединиться, кто хочет. И надеемся, что нам повезет с погодой. И в этот же день у нас будет мастер-класс с Еленой Таткиной, тема морской пейзаж, регистрация будет открыта тоже на нашем сайте. На все события можно зарегистрироваться на нашем сайте, чтобы мы понимали количество участников. От Лены будет мастер-класс море, во всех своих оттенках синего, бесконечно вдохновляет практически каждого. Так что ждем эту программу. Все, по-моему, еще у нас 3 октября все сказала. Да, это про живые мероприятия. Возможно, тоже приходят новости. Возможно, у нас будет еще один мастер-класс с одним художником. Да-да-да? Подтверждаете там? Да, подтверждаем. Я думаю, что нам нужна ваша обратная связь. Вон, много сердечек, все едут в Пензу. Кого вы хотите видеть? Кого вы хотите видеть в Пензе? За кем вы поедете в Пензу? За кем вы поедете в Пензу? Ну, мы пока подождем и сохраним интригу про второй живой мастер-класс, который будет в Пензе. И перейдем к виртуальной программе, так как мы планировали выставку в условиях последней новой реальности. И часть программы пройдет онлайн, и часть программы пройдет на английском языке, либо на русском с переводом на английский, либо на английском с переводом на русский. И Брайан Бейли, к примеру, я просто видела комментарий Юрия Быкова, в ноябре проведет демо. И мы еще обсуждаем тему его демо. тоже открытый для идей, поэтому пишите ваша обратная связь. Мы можем создавать проект вместе, но я не буду перескакивать и просто обозначу, какие будут онлайн-проекты или подождать. Ты просто скажи, Даш, что вот этот онлайн, он переурочен к пензенскому проекту, так быстро будет идти месяц, еще месяц. И просто это будет проходить, извини, пожалуйста, про Zoom хочу, что это будет проходить в Zoom, чтобы народ понимал, что это не живые проекты. Катя пишет, я точно на всех пойду. Мой, к сожалению, как раз выносится в Zoom, про который говорит сейчас Даша. Да, 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 да. Выставка будет проходить с 1 октября по 14 ноября в живую в Пензе. Программа «Активная, живая» с 1 по 3 октября тоже в Пензе. Но мы хотим, чтобы интерес к выставке поддерживался, мы хотим, чтобы как можно большее количество людей увидели ее и онлайн, и оффлайн, и вынесенные в онлайн мероприятия будут проходить в режиме Zoom-конференции. И у нас большой и позитивный опыт по организации в RedRock, потому что у нас только... Все еще непонятно, как это можно делать. Знаем, что можно, но как сделать без рисков, пока не придумали. Так что у нас будут еще сюрпризы и на площадке по sellsociety.ru и на других, и на нашей площадке будут Zoom-мастер-классы. Начнется все в России с мастер-класса или это демо у Ани Лопыгиной 5 сентября по программе. Да-да-да-да. 5 сентября до выставки начинается как раз первая демо, посвященная Пензе. Мы на ней просто объявляем про Пензу, и Аня Лопыгина как раз открывает не с детской темой, которая живая будет, а с Zoom-трансляцией. Это будет 5 сентября. Запись уже открыта на National Pastel Society, pastelsociety.ru сайте на нашем. Регистрируйтесь, пожалуйста. Демо темы «Вечерний пейзаж». Время проведения с 11 до 13. Два часа. И Аня совершенно чудесно это показывает. Это очень такая пастозная, очень живая пастель. Так что рекламирую немножко. Будет рисовать ночную Венецию. За основу берется два натуральных пейзажа. Так что пейзаж очень интересный. Тут «Вечерний этюд», нарисованный с этого же места, но уже в сумерках. Импрессионизм? Да. Да, то есть основой композиции они берут яркий закатный этюд, но постепенно превращают его в «Вечерний этюд», нарисованный с этого же места, но уже в сумерках. Полностью текст. И некстурный. Очень классно. Так что тема завораживающая и про Венецию, по которой мы все скучаем в невозможности поехать сейчас. Да, и вот так что записывайтесь, пожалуйста, регистрация уже есть. 5 сентября, Zoom. Саня Лапыгин. А мы начали программу с потрясающих мастер-классов Кори Питкина, приуроченных к нашему проекту. Да, уже прошел, который. Да, уже прошел, и интерес не остывает, поэтому мы планируем еще мастер-классы в Кори. Пока тема открыта, тоже много вариантов, с чем, ну, с обнаженной натурой Коля Питкина, который работает, но его портреты тоже завораживающие. Думаем пока, но что уже утверждено в программе, это 16 октября будет проходить Zoom-мастер-класс с Ольгой, мастер-класс будет на русском и английском языках, регистрация будет открыта на площадке Red Rock уже на этой неделе. 23 октября и 24 будет новый формат, который мы тестируем, демо с обратной связью с мастером по цели, нашим другом и активным участником сообщества Тони Алейном. Да-да. Тони Алейн будет проводить мастер-класс, посвященный смене климата и меняющемуся пейзажу и как его запечатлеть своими экспрессивными средствами и смело работать с пастелью. То есть, если вы хотите немножко освободить себя от каких-то строгих рамок и просто почувствовать удовольствие от работы, это кто не. И эстетическое удовольствие, смотрите, как работает мастер, как смело, это завораживает. Тони может быть... Тони будет на твоей площадке? Да, на Red Rock Pastel Society. Тони и я. Да, Тони и ты. Мешаемся. Сейчас мы наобъявляем. Да, так как у нас два сообщества, поэтому у нас две площадки, два веб-сайта Pastel Society.ru, на котором можно регистрацию по Ане, я просто вижу вопрос. Регистрация на Аню Лопыгину, на Zoom Ани Лопыгиной 5 сентября, который будет, он сейчас доступен, на него можно зарегистрироваться на Pastel Society.ru, на нашем сайте сообщества. И остальные зумы, про которые сейчас рассказывает Даша, будут проходить на площадке Red Rock Pastel Society, у них тоже есть свой сайт, там будет регистрация открыта через неделю. Да, и ссылки сделайте на... На обоих площадках, да, хороший совет, спасибо. Да, Катя, спасибо огромное. И это октябрьские Zoom-события, и в ноябре планируется мастер-класс с Брайаном Бейли, в ноябре мастер-класс с Брайаном Бейли, и еще один мастер-класс в обсуждении, но у меня временные потери памяти. Я так радовала. У меня поэтому нет больше бумажек, только вот по русской программе осталась поживой. Ну, давай мы это все все равно люди не запомнят. И Дон, я вспомнила, Дон Эммерсон. Думаю. Да, конечно же, конечно, Дон Эммерсон. Алло, Даша, ты у меня зависла. Я тоже зависла, или меня слышно? Алло. У меня все видно, слышно. А, все видно, все отвисло. Да, и Дон Эммерсон работает со смешанными техниками, и как раз развеет еще один миф о пастели, как о непрозрачной технике. Она покажет, как пастель может быть и прозрачной, и плотной. В своих работах она это использует, и как раз на нюансе этой техники построит свое демо. Здорово. Ну, все вот это будет скоро на сайте Даши, на Red Rock Pastel Society, и на нашем сайте уже можно со завтрашнего дня регистрироваться на события, которые я озвучила вживые, и плюс Zoom Ани Калугиной. Давай еще пару слов про Ленин мастер-класс, наверное, скажем. Да, вот нам Света говорит, что сегодня будет рассылка от НСП. Да. сегодня будет рассылка от НСП. Спасибо. Супер. Про врачей? Про что мы им еще говорим? Про мастер-класс Лены вживую, который пройдет. Про мастер-класс Лены, да. Я вот рассказала, что будет море, и живой мастер-класс Лены, море во всех оттенках синего, текучее, такая разная, в каждый свой миг вода магнитически притягивает взгляд, и остается самой загадочной и романтичной темой для творчества. Так что авторские техники от Елены Таткиной, упражнения, зарисовки и одна законченная работа. Мастер-класс будет проходить с двух до шести часов дня, второго октября на самой программе в Пензе. Кто следит за нашей программой, кто следит за Леной, кто готов поехать и окунуться в пастельную такую, в пастельную жизнь, которая будет три дня кипеть, в Пензе, приезжайте, пожалуйста, будет здорово. Вот. Что мы еще с тобой не сказали? Мы готовы сейчас ответить на вопросы, если они у вас есть, вы пишите, потому что время эфира подходит к концу, и мы готовы отвечать на ваши комментарии и вопросы. Да, спасибо большое тем, кто собирался ко мне на мастер-класс и воркшоп, меня очень это вдохновляет и поддерживает, сейчас много работы очень, поэтому вы все знаете, что я практически не преподаю, это как раз редкие вот такие вот тематические МК или Зума, посвященные каким-то событиям, вот пока с педагогикой все, на что меня хватает. Все остальное время у нас сейчас идет по проектам, и команды сильно и долго работают сейчас не только с пензенским проектом, НСП работает, пензенский проект очень интересный, очень сложный, вся команда включена, и наша, и Red Rock Pastel Society тоже, поэтому силы уходят туда. Да, много, много событий, много планов, и мы тоже будем делиться всеми событиями, всеми планами, огромное спасибо всем за содействие, за поддержку, за ваш искренний интерес, и подписывайтесь на patelstaita.ru. У нас появились вопросы, подожди, не прощайся, смотри, детский МК будет только для студии или для всех желающих, и на какой возраст рассчитан? Детский мастер-класс будет рассчитан, изначально рассчитан на учащихся студии на 8-9 лет. Если вы непременно хотите его посетить, то можете отправить письмо, наверное, нам, я Свету спрошу, как лучше это сделать. Если есть резонок, то можно наверняка будет договориться. И Елена Прудникова спрашивает про гостиницы, если мы там едем в большом количестве, то там скидки. Но это давайте уже лично, наверное, в переписке там обсудим. Да, 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 если вы собираетесь в Пензу, будет лист, будет список гостиниц, где можно остановиться, и да, мы будем организовывать группу в таких вопросах, это все можно решить, и это организационные моменты, будет контактный человек для связи, скорее всего, это буду я, поэтому все особо. Либо будет просто регистрация, если мы сделаем регистрацию на событии первое, второе, третье, там, да, то там будет вся информация. Будет понятно, кто едет и сколько людей нужно подключить. Да, 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 это еще Red Rock Pastel Society, правильно пишется, посмотри. Red Rock Red Rock Society, нет, Red Rock Pastel Society. Кать, можно попросить тебя написать наш сайт в комментарии и ссылку на наш Инстаграм. Имка Лены точно будет в живом формате, а в оффлайн зум пока не знаю. Посмотрим, что Лена нам на это скажет. Так, ссылка пришла. Спасибо. Спасибо. Вот, в принципе, все рассказали, вопросов пока больше не вижу. Так что, ждем вас в Пензе с 1 по 3 октября выставка продлится месяц. Нет, больше у нас, до 15 ноября, правильно? До 14 ноября. До 14 ноября выставка будет открыта для посещения. Кто сможет приехать позже, приезжайте позже посмотреть на шедевры. И мы были с вами, я Ольга Абрамова, Национальный союз постелистов и Даша Джеймисон, Red Rock Pastel Society, президент сообщества Невады, постельного сообщества Невады. Спасибо, Ольга, огромное спасибо всем, кто смотрел и командам. Спасибо, до встречи, пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok